Там, где косточки пошла кровь, женщина была очень растеряна. У одного молодого человека была сильно растечена бровь. Было обширное кровотечение. Вероятно, у него было сотрясение мозга, поскольку он не сразу смог понять мои слова, обращенные к нему. До этого он вел себя совершенно мирно. Было очень неожиданно увидеть такой поворот событий. При мне и в непосредственной близости от меня потерял сознание от сильного удара, нанесенного ОМОНовцам, один молодой человек. Его унесли. Он не подавал признаков жизни. Впосредственно выяснилось, слава Богу, что он жив. Свидетель номер 245. В непосредственной близости от меня выскочила группа захвата и одним из сотрудников МВД был применен прием «бросок в ноги». Атакующий бросается рыбкой в ноги человека, захватывает их, а причем сбивает человека с ног. Так что он падает плашня на спину и ударяется затылком. Так вот, этот прием был применен против женщины. Неожиданно она упала и очень сильно ударилась головой. Я видел, что мужчины пришли на помощь женщине. Мужчины, кстати, обычные, да еще предпенсионного возраста, седые. Свидетель номер 114. На моих глазах полицейские сбили с ног женщину около 80 лет. Мужчины, бросившиеся ее поднимать, получили удары дубинками. Несколько их схватили и утащили в сторону ударника. Свидетель номер 126. На моих глазах полицейские содрали с забора девушку с плакатиком в руках и скрутили. Уверили в автозак, вырвали из толпы парня и нанесли ему такой удар кулаком в лицо, что парень, вероятно, получил очень серьезную травму. Он потерял координацию, голова неестественно откинулась назад, кто-то из народа подхватил его и попытался утащить с поля боя. Свидетель номер 150. Много били почему-то женщин. Женщину, прижатую к рождению, неистого дубинкой бил по голове омоновец. Она была одета в белую кофту и сиренево-коричневую юбку. Она была зажата людьми и омоном так, что даже поднять рук не могла. И не могла увернуться от ударов. А сейчас я хочу объявить группу классиков рок-80-х годов. Группа, которая называется так, как, на мой взгляд, нам нужно относиться к власти. Итак, легендарная группа «Вежливый отказ». Роман Сосновский товарищ. Альвазовский грунтовый хвост, Лобочевский ночного неба. Ты правишь, устал друзьям, но они спешат выйти вон мне. Не нужен от того телефон. И я хочу забыть твой адрес. Я хочу сегодня просто петь, Чтобы мне стало легче. Эти сонни роденных зон Ломоноса в ныдимной жизни. Ты бы мог осчастливить всех, Но тебе давно все равно мне. Мне нужен от того телефон. И я хочу забыть твой адрес. Я хочу сегодня не просто петь, Что то мне стало легче. Обитатели тропы лесной, Ожидающий ветра с юга, Твой пегасы жили в сети так весной Творы новых крыл. Вместо компаса шесть имен, Вместо карты шестой, Я хочу высотова, Так обожди кочевых племен. Крутят обасть тебя, Пусть времен нам нет. Мне не нужен от того телефон. И я хочу забыть твой адрес. Я хочу сегодня просто петь, Чтобы мне стало легче. А мне не нужен от того телефон. И я давно забыл твой номер. Я хочу сегодня просто петь, Что то мне стало легче. Я хочу сегодня просто петь, Что то мне стало легче. Мастер-эб booty на сет. Добрый вечер. По полю один солдат бежал Пальц и папиросы потерял Медленно теперь ползи, солдат Назад за папиросами А лучший друг солдата Это черный ворон Верная ручная позиция почтовая Субтитры создавал DimaTorzok К бомболю один джекит скакал Бас и папиросы потерял Медленно теперь ползи, джекит Назад за папиросами Медленно теперь ползи, джекит скакал Медленно теперь ползи, джекит скакал Это черный ворон Верная ручная птица почтовая Медленно теперь ползи, джекит скакал 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 Назад за папиросами Медленно теперь ползи Субтитры создавал DimaTorzok